добрый день рад вас видеть спаси христос еще у нас тут что-то мне плохо видно наверно или еще вас прекрасно видно как меня да вот видно то видно но я боялся что не включится ладно так ну что ж я к вам с вопросами можно сказать богословского содержания на этот раз у меня здесь есть вопросы собственно мои и два вопроса скажем так как азианы то есть через меня вот задам вас вот если позволить пожалуйста у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я не против слушай пожалуйста вопросов я прочту потому что здесь достаточно текста первый вопрос вот тот который через меня но я думаю он будет интересен и не в том числе звучит он так в современном православии активно пропагандируется и населяется сверца семинаристов они в свою очередь распространять от учения дальше искаженное понимание искупления которая сформировалась в органическую теорию митрополитом сергий драгород его монтической диссертации православное учение о спасении теория которую называют юридической и который описывал деграгородных учебников дагматического богословия а также сторонники митрополит покарит лугасов и ритикер пиларет лосков митрополит и раконатейский херстонский и другие племятся как католики скаласти и соответственно вот это органическая теория как она характеризуется осознание ограниченности как юридической так и мир теория искупления, которая привела многих православных богословов к переосмыслению учения о искуплении в духе Свято-Отеческого навстречу. Для Свято-Отеческого богословия свойственно говорить о грехе и спасении не столько юридических или нравственных, сколько органических категориях, то есть категориях природы. Как говорит протеория Олег Давыденко, грех в православном понимании, это не преступление или оскорбление в юридическом смысле, и не просто некий безнравственный поступок, грех. Это прежде всего болезнь человеческой природы. Поэтому искупление, мысль, как освобождение от болезни, как исцеление, преображение и в конечном счете обожье человеческого действия. Поэтому, Игорь Тихонович, вот вопрос о искуплении во свете Битлии. И прахли, и митрополит Сергий Старогородский, и его апологеты, и последователи. Либо все-таки мы должны рассматривать этот вопрос в каком-то другом ключе. Нам бы плачут и, конечно, в последней силе. А вот они бы, если не учились, а жили и верили по-простому, у них бы вот этой накрутки не было бы. Какие слова изыскивают что-то, они, богословы, а народ ничего это не знает. Это они себе игрушку нашли такую. Бог о словах говорит. Зачем это нужно? Даже одно слово единосущее потребовало несколько веков соборов. Пока дошли до этого, разные варианты меняли, 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 и сколько раз они символ веры переписывали. Когда считаешь, это даже не верится. По-простому-то не хотят верить. Я и Отец одно. Вот это написано. А дальше-то все остальное должно подтверждаться опять же Словом Божиим. Я вот когда такое считаю, где... А на меня почему они ссылаются на меня-то везде? Что, дескать, дать комментарий, а я при чем-то спрашиваются. А они, главное, путали-путали столетия целые. А ко мне подкинули под окно, говорят, забери теперь, распакуй, что там есть. Повторяю, образование-то у меня нету. Меня как-то один богослов упрекнул в этом. Вот вы упрекаете нас, потому что у самого образования-то нету, а у меня академия, а у меня там докторская где-то. Я говорю, так это преимущество мое. Никто мою душу-то не корежил. Никакой Осипов на ней не топтался. Я уроки не выполнял, которые он задает. А я сидел и сидел за Словом Божиим. Что непонятно, сразу раз в уголочек, раз в лесовочке. Вот давайте рассудим так. Если вот этого бы они не говорили, нам бы это нужно знать или нет? Мне бы не подкинули, я бы никогда даже не знал это. Так они тут и Храповицкий, начинается спасение в Гевсиманском саду. Ну, я понимаю, Антоний Храповицкий, это образователь русской православной зарубежной церкви, его надо было подкосить, найти что-то в нем. А те на серьги, и они нашли, друг против друга идут. Я бы расследовал, откуда это идет-то. Главный-то вопрос идет о Боге и о человеке. Грехопадение, грех прощается, как? Юридическое право, они этими словами играют. Когда начинаем смотреть в Слове Божьем, мы не находим даже намека на то, что они делают и рассуждают. Вот так складывается такое впечатление, что они учили все, кроме Слова Божьего. А они благоговеют перед своими учителями, но не перед Богом. Это мое вот такое сегодня уверение. Другого могу уверить в этом. Почему? А вот давайте, у вас, если будет время, несколько мест своих открыть. Я посмотрел, у меня на все есть, говорится, заготовки. Бог есть любовь. Это не будет оспариваться? Не будет. 1 Иоанна 3,16. Я даже возьму свое увлечительное стекло. Где-то себе можете написать. 3,16. Евангелие от Иоанна. Так возлюбил Бог мир. И первое послание Иоанна попало на 3,16. Бог есть любовь. И вот с этой позиции надо все рассматривать. Все, что делается, все должно проходить через эту призму. Бог есть любовь. Ну, а как же потоп навел? Златоуст говорит, это Бог, которому имя любовь. Он дал самый легкий вид смерти. Поперхнулся и на дно. А самый трудный вид смерти – это от голода. Это неделю, может, дольше. Умирают люди. Тело истощается, иссыхает. Я никогда бы до этого не додумался. И где бы какое наказание не было, это все, Иоанн Златоуст говорит, делает Бог, которому имя любовь. И делает это по любви и легко доказывает. Ну, а вот там Оза, когда ковщик наклонился, Бог убил. За что его убил? Тебе не надо рассуждать. В этом пример. А его это немало не повредило. Он был взрослый, 30 лет было ему. Ну, он бы все равно умер. Кто воевал с Александром Македонским, с Александром Невским? Ни одного, нет. Ни одного. Все умерли. Вот это возглас, все умерли. В кинофильме есть «Я – легенда». Видели? Да. Ну, вот. Все, говорит, умерли. Все. Не понимаю, что 18 миллионов, которые, говорит, остались здесь-то зарезервированы, ни один не умер. Это евреи. Их 18 миллионов. Фильм-то, ну, открытым текстом почти говорится. Так и здесь. Бог есть любовь. Я несколько мест Писания еще прочитаю. Римлянам 5-8. Ну, а как мы любовь Божию можем проверить? Ну, как, говорит, хотите Бога, говорит, Господь, говорит, испытайте меня. Как? Десятиной. Платите мою, верните мне мою десятину, не открою я ли небо для вас. И Господь здесь, Павел говорит так. Бог свою любовь к нам доказывает. Нам Он доказывает. И только по одному доказывает. Не тому, что вы прочитали. Мне это даже не воспроизвести. Органическое, неорганическое. Я знаю, только удобрения органические вывозят на вас. И к Богу это неприменимо. Слова эти даже. Вот что нужно сказать-то. И доказывает любовь свою. А чем Он доказывает? Тем, что послал Сына, который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Едва ли кто согласится умереть за ближнее, разве только перечисляет кого. А когда мы были чужие, во враждебном лагере, и вдруг Он отдает дар Сына, отдает за нас. Он доказывает свою любовь только этим. А как земля сотворена, солнце, живем, движемся, электрическим током, там, сердце, динамикой, все это. Это любовь, конечно. Но на высшее то, что Он отдал, как бы разорванное триединство. Это я грубо выражаюсь. Ну, чтобы понятно было. И Он сказал, вот я иду, как в книжном свитке написано мне. Ты уготовил мне тело через Деву Марию. Еще одно место прочитаем. Ну, то есть, с таких мест я сколько посмотрел, то любви. И что интересно, слово «любовь» встречается в Библии с каноническими книгами 519 раз. 519. Я, может, где-то ошибся, падеж какой-то не взял. Ну, я все по падежам собирал, складывал, калькулатор работает. Ладно. 519. Это больше, чем на каждый день. 365 дней в году. Значит, Бог нам напоминает ежедневно. Я в этом тоже вижу нечто. Зачем столько раз повторять одно и то же? Затем, чтобы вдолбить нам. По любви. Голод по любви. Мы родились по любви. Ты не можешь на себя руки наложить. Почему? Ты себе не принадлежишь. И все, что Бог дает, Бог дал мне жену. Жена говорит, Бог дал мне. Бог дал. Бог дал тебе детей. Они не твои. Это мои дети. Не твои они. Твоего там ничего нету, кроме похотения. Так? А в кого они будут похожи? На соседа или на тебя? Это уж от кого зависит. Дальше. Вот мы считаем слово смерть. Любовь и смерть. А зачем я это беру? Ян Златоус говорит так, что суд Божий будет. А люди не верят. Я говорю, будет суд. А чем ты докажешь? Бог есть истина. Истина это означает справедливость. А на земле ее нету. Нет справедливости. Посмотри, как грешник живет. Читай книгу Иова. Как у него выходят ребятишки. Там когтелята прыгают. Напоенные мозгом кости уходят в могилу. На работе человеческой нет. Его с прочими людьми не подвергаются ударам. 72-й псалом об этом говорит. И мы должны согласиться. Да, действительно так. Справедливости нет. А раз ее нету, тогда Бог не прав. А Он всегда прав. Отсюда, говорит, вывод, что справедливость будет в ином месте. Не здесь. А где в ином? За гробом. А за гробом означает, будет Божий суд на перстике разбрата. Вот. Любая несправедливость на земле, неистинность, ложь подтверждает наличие суда Божия. Потому что Бог свят. Есть такое слово. Оно скомпонованное из двух. Самосущественное. У нас есть тоже любовь. Но разве сравнишь с той? Мы берем свет от Него. А Он самосущественный. Сам по себе свет. Сам по себе любовь. У нас добро есть. Говорит, никто не благ, как Бог. А как? А люди благие намерения. Называется. Это от Него. Это от Него падает свет на Луну. А нам кажется, Луна светит. Она не светит. Она просто отображает свет его. И вот мы считаем. Слово смерть. Впервые прозвучало Бытие 2.17. И нигде не толкует. Смертью умрешь. Так же не говорят. Ты умрешь. Или он умер. Или его убили. А смертью умрешь. А как? Жизнь умрешь не скажешь. Ну зачем? Как вот Паралин говорит. Пщелиный мед. Да другого-то не бывает нигде. Она одна пщела на всю Вселенную. Ни шершни, ни осы, ни шмели не приносят. Пщелиный мед. А какой он еще может быть? Он продает. А подписал пщелиный мед. Я говорю, зачем подписал? Да кота, говорит, в магазинах. Ну ты-то пщеловод. Ты знаешь, что нет другого насекомого. И здесь любовь, справедливость в Боге. А это от Него. У тебя если есть намерение доброе, помогаешь, доброе слово кого-то вытаскиваешь, ты не сам. Всякое доброе даяние от Отца Светов написано. От Отца Светов никто не благ, только Бог один. А когда касается человека, от него получили отблеск. И вот слово смерть впервые прозвучало смерть и умрешь. Ну, а как по-другому можно сказать? Я всячески прокручиваю лишнее слово. Но это лишнее до тех пор, пока мы не поймем, что смерть здесь выступает как одушевленная личность. И смерть, вот написано же, мы считаем в Откровении, смерть и ад будут ввержены в озеро Огненное. Откровение 20 глава 14 стих. О смерти говорится не в отвлеченном понятии, абстракция, а именно как о личности, которая отвечает за что-то. И ад как личность. И они будут ввержены, брошены в озеро Огненное. Вот Сирахов мы об этом считаем 14-18. Это заветная книга. И говорит, смертью умрешь. Повторилось снова. Смертью умрешь. Я стал смотреть. Филиппийцам до 8. Покорность его отцу такова, что, говорит, он был послушен по любви до смерти. И смерти крестной. То есть самой позорной, которая тогда была, нерасстрелянная. Дольше всего мучиться. И вот здесь говорит, смертью умрешь. Здесь как личность выступает смерть. Ты умрешь от смерти смертью. Ты подобен ей будешь смерти. И вот пишет патриарх Алексей Второй, статья такая, что, ну, о человеке. Нам нужно человека, как он говорит, чуть ли не ремонтировать. Реставрировать. Реставрировать. Да. Я говорю, то ли он вообще не верующий. Кого реставрировать, когда сын мой был мертв и я жил? Мертв. 16 глава Луки. Теперь считаем мы, 2 глава 5 стих Кефесянам, и говорит, нас мертвы по преступлениям. Он разве не знает? Мы все рождаемся от Адама. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Все лишены славы Божией. И вот теперь надо нам узнать Бога. А потом посмотрим, что это означает. Эти рассуждения там булгаков, это все не от ума, а от безумия. А когда решает? А жертву принес? А кому принес? То есть, а кто тебя заставлял вопрос составить кому? А ты пойми, что никому не принес жертву. Никому. Это выражение, которое дается для разумения того, что было. Вот мы умираем. Какая жертва? Жертву принес себя человек, говорит. За кого-то где-то. Или умер за Родину. Они пожертвовали жизнью своей для Отечества. Да она не наша жизнь. Мы не имеем права еще жертвовать. Это первое. И далее говорится. Первое послание Коринфянам 15.28. Я хочу нащупать самое главное качество Божие. Он говорит. И все во всем будет Бог. А этого нету. Вот это то, на чем Оригин сгорел. На чем спотнулся Осипов. Все во всем будет Бог. Все во всем. То есть дьявол покаяться. Демоны покаяться. Во всем будет Бог. И тогда будет полное царство. Мы такого не находим нигде в Писании. Мы пока будем придерживаться точно священного Писания. Переводы не ссылаясь никуда. У нас есть наилучший в мире перевод. Вот дальше. И мы отсюда делаем вывод. Что мы узнаем Творца. Бога как Творца. Библия начинается. Сотворил Бог небо и землю. И заканчивается книга Библии судьею. Судья вас сядет на престоле. От лица убежало небо и земля. Белый престол. Это вот белая полоса российского флага последняя. Начинается творением. Которое заканчивается судом Божьим. Вот что мы о Боге узнали. У меня есть такое выражение. Я употребляю его нередко. Что Бог никогда никому ничего простить не может. За так. Добавляю. Да как? Да мы же молимся. Ну-то высушай сначала. Запиши себе. За так. А почему? Это Его сущность. Его свойства. Божье. Не прощать. А почему? Он не может простить. Как не может? Да Божий всемогущий. Нет. Это все образное. Он не может отречься самого себя написано. Он не может солгать. Бог говорит обещал Аврааму. И он не может самого себя отречься. Сказать я это делать не буду. Не может. Вот это никак не вкладывается. А какое? Возмездие за грех смерть. 6.23 к римлянам. Возмездие. Это... А смерть там наступила. Смерть. Да как бог что придирается к человеку. Да что собственно Ева сделала? Так разобраться. Это что деревьев не хватало? Ну сорвала. Ну пожурила ее. Боит. А та драла ее. Сто миллиардов умерло уже. Как говорят исследователи. Сто миллиардов трупов. Понимаешь? Сто миллиардов. Это... Это миллиарды тонн. Мяса, крови, костей ушло в могилу. Сто миллиардов. И хоть одного Господь простил за так. Нет. Все умирают. Все лишены славы Божьей. Нет праведного. Нет ни одного. 13-й псалом, считай, 52-й. Об одном и том же говорит. Божьего свойства мы не можем узнать. Кроме как по Библии. Бог ничего не прощает. Он не может. Ему это... Ему нет такого качества. Я грубо говорю. Я не знаю какие слова подобрать. Свойства такого нет. Прощать за так. Возмездие за грех смерть. Смерть везде, где она касается. От одного другому передается. Я, допустим, вот на волка поставил. Там мясо положил и отравил стряхнином. Пришла лиса, поела. Волк сдох. Его вороны расклевали. Вороны все сдохли. Вороны теперь поезжают какие-то мыши. Все мыши сдохли. То есть передается смерть. Мышей поедали черви. Черви все сдохли. Мертвая зона. Отрава. Отрава вошла в человека. Что? Непослушание. Превозношение. Будете как боги. Куда ум повернул? Кто? Мы? Да я из праха. То есть тонкий слой пыли. Из перстей земной. Да ты что говоришь-то, змей? Как я буду богом? Нет. Будете как боги. Вот смысл-то в чем заложен. А разговоры о том, что кто-то должен рассчитаться за этот грех, не было. Они этого не знали. И поэтому им для размышления давалось в 10 раз больше времени, чем нам. Если у нас человек живет 96 лет, говорят, о, глубокий старец. А у них 965. Ну, 960, ноль, подставь, в 10 раз. В 10 раз. До первой даже больше у нас не доживает, до 96-ти-то все. И когда мы начинаем смотреть свойства Божьи, а потом посмотрим, кто мы, Еремея 15,6. Кто мы? Господь говорит, я устал миловать. Прогоните их от лица моего. И вот тут смерть теперь полный размах делает. Наложила руку. Все смертные. И все до единого. И Моисей. Если бы умерла Божья Матерь, все пошли бы в одно место. Не надо ничего придумать. Но она умерла, когда уже совершилось искупление. Все апостолы, все до одного пошли бы туда, где находится Авраам. На лоне Авраамом. Евреи придумали новое слово Шеол. Ну, будем придерживаться в загробном мире. И вот несколько мест показать. Мы узнали сейчас, согласно Слову Божию, он творец, любовь. А почему он это сделал? Он ни перед кем не ответственный Бог. Он горшечник. А почему? А как это спрашивают меня? В утробе матери еще, Иаков и Исаав. И одного, Иакова возлюбил, Исаава возненавидил. Когда не родились, еще не делали. Ну, любовь скажет, несправедливо. А вот за это тоже ответишь. Если ты поверил в Бога, тебе не надо рассуждать. Тебе надо принимать и говорить, все слушают раб твой. Вот мы в конце молитвы так и делаем. Пока этого нету, вот эти все Бога, для Бога ослы, богословы-то, вот они как раз запутались. У них этого рассуждения совсем нету. А мы увидим, где и почему. Когда мы узнаем о самом Боге. Он самосущественная любовь. Он творец. Человек не творец. Он берет готовый материал, из чего-то что-то делает, открывает. И человек всю жизнь должен только удивляться. Чему? Святости Божии. Ибо видел Бог, что все хорошо. Написано, когда Бог сотворил, и все хорошо. Ну, согласно, хорошо? Ну, конечно, какие глаза у человека. Да, женщина бывает, такая фигура у ней. Все, он знал. А теперь мы считаем дальше. Первое, Коринфянам 13, 12. И он говорит, мы в рассуждениях смотрим, как будет сквозь тусклое стекло. Гадательно. И мы с этим будем соглашаться, что Библия, которая нам дает, это все тусклое стекло. Не наше размышление. Наше размышление вообще ничего не значит. И далее. Первое, Коринфянам 8, 2. Мы еще ничего не знаем, как должно знать. Ничего не знаем. Я одно только узнал, очень хорошо узнал, что я ничего не знаю. Это я абсолютно точно уже узнал. И далее, Калосинам 2, 18. Надмиваясь плотским своим умом. Мы пока говорим о том, что от свет, который падает от Бога. А люди начинают надмиваться. А кто надмиваются? Ну, те, которые много знают. Учителя преподают. И там перечисляются в Флоренске и другие. Зачем их туда заносило? Я каждый раз стою перед вопросом. Почему они по-простому не верили? Мудрость твоя, знания твои сбили тебя с пути. Пророк говорит, сбили. А Господь говорит так. Все творю все новое. Исайя 65, 17. 65, 17. Исайя. Исайя говорит 28, 7. А почему? Священники и пророки спотыкаются, обсуждения ошибаются. Все учителя сбились. Определенно. Я хочу показать, что в человеке есть, чтобы дальше рассудить. Иев 38, 2. Когда он говорил, и в это время голос Божий прозвучал. Кто сей помращающий сознание? Кто? Говорящие слова без смысла. Я говорил. Вот, полагаю, уста мои, на уста руку молчу и дважды молчу. Все. Бог заговорил, и горы растаяли. И вот мы считаем. Когда люди просвещаются Богом, а для человека нужно только два слова запомнить. Первое. Родиться свыше. Это как одно слово. И второе. Когда он родился. Не жить по-плоцки, а быть Вадимом Духом Божиим. Писали святые божие человеки, будучи движимы, движимы, движимы Духом Святым. Вот все, и до самого неба будешь двигаться. И поэтому в Деяниях Апостолов, 26-25, по Апостолу Павелу говорит, говорю слова я истинно и здравого смысла. Это уже не Иов. А почему? А в Духе Святом огонь. Вот теперь они знали, что, как сказать. Все согрешили, все до единого. И когда апостол Павел говорит, желаю разрешиться быть со Христом, а говорит, не достигну ли я, как он меня достиг. А не как сектанты, ты спасен, ты спасен. То есть, это плотские люди. Мы не спасены. То есть, нам даровано спасение. Вот смысл какой. А получим мы или нет, это еще дело покажет. Многие потерпели корабриклюшение в вере, не без веры. Римлянам 1.19. Что можно знать о Боге, то явно для них, потому что Бог явил им. А где явил? Через Святую Библию. Что можно знать о Боге, явно для них. Ничего не надо добавлять, никаких слов не надо добавлять. Не надо конфессии, динаминации говорить. Там есть слово истина и ересь. Все остальное ересь. Это сатана прикрылся такими словами. Органическое, неорганическое. И далее. Деяние апостолов 14.16. Бог попустил народу ходить своим путем в прошлое века. Он-то Бог один и тот же. Но люди не готовы к этому, чтобы принять его. И поэтому по любви своей, и это тоже по любви. Что бы ты ни назвал. Он временно дает время для покаяния, оставляет. Мы узнали, Бог есть. Любовь и судья праведный. А сотворил, когда сотворил, то говорит, сотворил, и вот все хорошо и весьма хорошо. А почему вот люди, которые у меня в интернет заходят, которые, они ругаются половыми органами только? Почему? А вот почему. Они этого не знают. Прище Соломона 19.26. Который оскорбляет мать, это сын срамной. И делает срам родителям своим. Далее. Второе законие 22.21. И второе законие 25.11. Если во время драки женщина рукой схватит мужчину за срамной ут. Да почему же срамной, когда все хорошо сотворил. А он не срамной. Это самый нужный орган, Затаус говорит. И апостол Павел об этом говорит. Такие органы более прикрываем. Глаза не нуждаются в этом. Они и так прекрасны. А это так Бог сделал, чтобы отвратить нас от греха. Чтобы мы не увлекались этой стороной. Но через это не просто что-то слово сказали, а зарождается жизнь. Это Бог дал. Но по-другому не называется. У женщины там тоже медицинское название. Срамные губы. Срамной член. Уды. Уды это члена. Уды. Уды. Уды как будто для того, чтобы волю дать, ему получится удовольствие. И поэтому срамники и осквернители вторгаются в божественное, ничего не разумея и не понимая своей немощи. 2 Петра 2.13. Они во вседневной роскоши срамники и осквернительны. Я как раз показать хочу, усиленно нажимая на это. И вот срамники и осквернители начинают судить о Боге. А мы узнали, что Он совершенная любовь, самосущественная справедливость. Наша справедливость только от Него и идет. И теперь в это войти надо полностью умом и посмотреть, как Бог рассудил. А так, что возьмите за грех смерть. А умереть никто не может за грех. Потому что мы грешники уже по природе. И для этого сходит Сын Божий. И любовь свою доказывает, кто умер за нас, когда мы были еще грешниками. И поэтому юридически какие-то названия, забудь, их нету. Это люди говорят. Нет, и слов вообще в Библии, зачем они их применяют? Я не применяю эти слова, я засчитал места Писания. Они ни одного места Писания не говорят. Поэтому то, что они пишут, это только как в собачьем сердце. Говорят, а кто на ком стоит? Только и скажешь, как Филипп Филиппович там говорил. Так вот, я мысленно обращаюсь к тем, укажу на этот ролик, запись, который меня спрашивает, как это может быть только вот так. Никуда не заходить за эту грань. За этой гранью смерть. Почему? Ты возомнила себе. Бог не открыл. Сокрыто принадлежит Богу. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Кому он принес? Вот дальше начинаются слова, которые нету, чтобы избить с толку. Мы знаем, это Божий суд, Божья справедливость, и от нас требуется согласиться на это. Верующий Сын Божий имеет жизнь вечную. Почему? Грех искуплен. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1,29. На себя он взял. Ранами его мы исцелились. 55 глава, 53 Исаий говорит. Мои мысли не ваши мысли, богословы. Мои пути не ваши пути. Его путь такой он сотворил, заранее зная, что совершится грехопадение. И он долго терпит, долго терпел и падшего этого змея, дракона. И дальше мы не знаем, как будет. Не знаем, потому что что в Библии написано, это еще надо разуметь. И благо, что мы православные, у нас есть священное писание с толкованием святых отцов. Но и они, иной раз, разнились очень значительно. Вот говорят филиоквы, у нас от отца исходящего, в Библии написано, от отца и сына. И святые отцы почти половина понимали именно так, но они так и остались святыми, как Григорий Нижский. А родной брат Василий Великий понимает от сына, от отца и сына, почему? Так написано в Писании. Я пошлю, а в другом месте умолю отца и пошлет. А что это? Это одно. И дальше не надо рассуждать. Я не буду считать, конечно, символ веры, как католики. Почему? Потому что сказано не менять его. Неприкосновенный Никео-Сареградский символ веры. Я православный, так его и принимаю. И поэтому не заходить за эту грань. Меня этому никто не учил. Когда я обратился к Богу и стал первый раз Библию считать, я увидел везде смерть. От чего? От грешного ума, от высокоумия. А мнение о себе будете как Боги, будете рассуждать. Не называйтесь учителями. И отцами не называйтесь. И вы тогда увидите. То есть, самосущественный отец один. А здесь отцы, я родил вас, это отец, через которого обратились. Но вам зачем это знать? Чтобы случайно не ошибиться. Случайно не перейти эту грань в рассуждениях о Боге. Я вот с католиками за всю жизнь ни разу не спорил. Ну, относительно бороды. Там безгрешности и папы. Вот два момента, которые я еще могу сказать. Мне почему-то всегда кажется, люди, которые рожденные свыше, они не посягнут на бороду. Вот у меня такое мнение. Как он посягнет, когда все иконы. И у них Сикстинская Мадонна, посмотри, Папа Сикст, Папа, у них святой у нас. Это еще до разделения было. Четвертый век. И он с бородой. Нам не надо ничего придумывать. И когда мы войдем вот туда, где нельзя ни налево, ни направо уклониться, и узнали, кто Бог, то остается одно благоговение и страх Божий. Начало мудрости. Не в суисловии. 1.7, притча Соломона говорит, начало мудрости, страх Господень. Чтобы он пронзил нас. Хорошо об этом Игнатий Бричанинов говорит. Если ты говоришь о спасении, о любви, а страха не испытал, начни сначала. Ты ничего еще не начинал. Об этом Пимен Великий очень подробно говорит. Парфейн Боровской. Это такие люди, которые в страхе Божьем проводили всю жизнь, как Пахоми Великий. Об этом Златоуст многократно говорит. Поэтому ни присяги, ни клятвы, ни священнической, никакой верующий рожденный свыше дать не может. Не может. И он не пойдет против канонов, где там были раньше 30 лет. Как ты пойдешь, когда трубы Духа Святого сказали это? И поэтому вот так летут они на эти ходы крестные, хаджи свои совершать, куда-то надо идти. Вот это с покойниками, как Андрей Кураев говорит, нанотехнологии, чтобы в каждом доме было что-то. Вот так оно подходит. Вот мой ответ им. Не мудроствуйте лукаво, а примите этот дар Божий. И от нас больше не требуется. Не рассуждать на эту тему. А ты то, что споришь с Богом? Павел ничего не стал доказывать. Справедливо, не справедливо. А ты кто споришь? Скажет ли горшок горшечнику не так устроен? И дальше говорит, никак. В английском языке написано God forbid. То есть у нас вместо никак, а у них написано Бог запрещает. Как перевод сделан-то. Бог запрещает рассуждать. Тебе не надо. Да как же так? Вот там такие люди, мусульмане, буддисты, они не получили Евангелие, не знают. Я внимательно исследую все. И, конечно, самого себя исследуете, верили вы. И мне говорят, ну вот родился ты в мусульманской стране, и что, уверовал бы во Христа? Ну, я знаю сам себя, скажу, да я нашел бы. А они убили бы. Я на это пошел бы умышленно. Когда еще у меня Евангелия не было, а страх был, я говорю, корабль наш разбился, я как Робинзон Крузо на необитаемом острове, и оказалось, там одна туземка живет. Прекрасная с собой. Стал бы я с ней жить? Нет. Я бы как горилла, как шимпанзе, свил гнездо где-нибудь там на пальме, и там бы жил. Я так вот тогда еще размышлял. Никак. Это нельзя. Это страшно. Ты умрешь. Вот я разные себе такие подгоны делал. Сказали, вот пять минут будь неверующим, и тебе все будет дано, что ты хочешь в мире. А если я умру в эти пять минут? И как я перед Богом буду выглядеть? Никогда. Не на одну минуту. За все царства мира не отдам веру свою. И вот такой ответ. Я говорю это искренне, что я пережил многократно. И в рассуждениях о Боге не заходить за эту грань. Он умер за меня и кровь свою пролил страданием на кресте. Меня Он искупил. Искупил. И тогда Бог получает право простить нас во имя Христа. Прости нас ради Христа, мы говорим. Люди даже не задумываются. Не ради того, что я попросил, согнулся перед тобой, а ради Христа. Потому что Он взял грех мира и омыл нас кровью. Всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И тогда вся Библия открыта, сияющим светом для тебя будет. Ну и в конце сказать. Летом я вас жду в гости всех. Там я представляю, как мы с вами по степи будем с ребятишками ходить. Мы набеседуемся в сласть. Спасибо, Христос. Выберите время, иначе будет поздно. Как один говорит, вот вы Лапкино говорите, а тот-то там сказал, да он говорит, умер. Умер. А я говорю, сколько лет собирался к нему съездить. А тот говорит, да он говорит, живее всех живых. О, тогда еще успею. Ну, как бы усмотреть и живы будем, но вообще мы планируем, собираемся на все более годы. Но вообще намерение и звание есть очень сильное. Так, знаете что, давай, у нас получилось, сколько время прошло, 17 минут? 36, 36 минут. 36? Оторвем, это и другие вопросы будут. Не путать, Шарба. Я сейчас выключаю, вы не выключайте, я просто у себя выключу. Хорошо. Так. Нет, мне придется и вас выключить. Так, я выключу. Ну, давайте выключите, потом зайдете опять. Хорошо.